Агропромышленный комплекс России полностью обеспечен финансированием. Сенаторам удалось добиться того, что реализация мероприятий получит бюджетную поддержку на том же уровне, что и в уходящем году. То есть более полутриллиона рублей. Ну а подробности мы узнаем сейчас у председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александра Двойных. Он с нами на прямой связи. Здравствуйте, Александр Владимирович. Здравствуйте. Как шла совместная работа вашего комитета и профильных ведомств в рамках бюджетного процесса? Какие позиции удалось отстоять, а какие нет? Работа в этом году с бюджетом была напряженная. Связано это естественно с новыми вызовами и с важной задачей не только хранить темпы развития АПК и в экологическом блоке, но и реализовать важный проект. Поэтому из глобальных подходов по блоку АПК и по блоку природопользования удалось сохранить основные параметры бюджета и не секвестировать важную фронт. Это говорит о том, что вступательное развитие в одной и второй отрасли останется. Расскажите, чем в целом новый бюджет в части АПК отличается от бюджета текущего года? Вы правильно сказали, что параметры там идентичны, то есть более полутриллиона рублей и в 2025 будет выделено на поддержку и развитие АПК. Разница лишь в том, что позиция Центробанка, которая была высказана в том числе и в стенах Совета Федерации по сокращению резкому льготных кредитов, привела к пересмотру подходов и у Минсельхозы. Мы видим, что по ряду статей идет увеличение поддержки по виноградарству и другим направлениям. Но вот именно как мера поддержки льготное кредитование начало резко сокращаться. Мы сейчас за последствиями будем внимательно следить. Понятно, мотивация Центробанка, коллеги сказали, что такое массовое льготное кредитование приводит к деградации других инструментов привлечения средств, в том числе агрария. Именно льготное кредитование дал очень серьезный толчок в развитии отечественного ПК. Поэтому по данной строке объем поддержки будет сокращаться. Мы это видим уже и в параметрах бюджета, поэтому наша задача максимально внимательно следить за изменениями, на то, как рынок будет реагировать, не остановит ли это значимый проект, особенно в молочной индустрии, поскольку по данной строке у нас параметры доктрины продовольственной безопасности не достигнут. Но я хочу напомнить, что на принятии бюджета работа над ним не заканчивается. Не раз нам в рамках внесения изменений и уточнения бюджета удавалось совместно с коллегами в Государственную Думу внести поправки и увеличить объем финансирования. А предусматривает ли документ меры поддержки для новых территорий? Мы о них много с вами говорили в наших эфирах. Самая, наверное, востребованная мера будет в новых территориях – это комплексное развитие сельских территорий. По воссоединенным субъектам заложено более 4 миллиардов рублей. В бюджете это очень важно. И мы договорились, что внимательно будем следить. И наш комитет такую работу организует за своевременностью и качественностью освоения данных средств. Вот по новым территориям будет отдельная поддержка. Будем оказывать коллегам совместно с Медсельхозом методическую помощь. Потому что воссоединенные территории в этой программе будут участвовать впервые. А какие-то еще изменения произойдут в программе развития сельских территорий? Потому что мы знаем, что особое внимание к ней в Совете Федерации. Они должны произойти. Ну, во-первых, это как раз та строка, где мы увидели максимальный рост бюджетной поддержки. С этим подходом не раз обращалась Валентина Ивановна Матвиенко к правительству. И по строке комплексного развития сельских территорий, если взять вместе с сельской ипотекой, у нас рост более чем на 40%. Она в этом году составляла 107 миллиардов рублей. Мы внесли поправки в бюджет. И вот сегодня она утвердена уже в размере 115 миллиардов рублей. И, естественно, это может дать возможность новым регионам войти и получить дополнительные объемы. При этом хочу напомнить, что активная система выбора проектов и регионов, которые получают деньги, и важнейшим для этого критерием является не только нуждаемость региона в данном социальном объекте, в ремонте, в строительстве или в строительстве новой дороги, но и качество освоения средств в предыдущем году. Это должно мотивировать регионы качественно осваивать средства, вовремя это делать и не допускать того, чтобы данные средства возвращались в бюджет как не востребованы. Мы знаем, что в этом году завершается федеральный проект акселерации малого и среднего бизнеса. А что будет с мерами поддержки малых форм хозяйствования? Сохранятся ли они? Они сохранятся как бюджетная поддержка. Почти 50 миллиардов рублей в бюджете Минсельхоза направлено на малые формы хозяйствования. При этом хочу напомнить, что вступает в силу закон о развитии инфраструктуры сбытофермерской продукции. У нас появляются еще дополнительные меры поддержки, в том числе нематериальные для малых форм хозяйствования. И при этом у Министерства сельского хозяйства появляются полномочия поддерживать и такие инфраструктуры, как агроагрегаторы для строительства и приема фермерской продукции. Александр Владимирович, спасибо за разъяснение. О средствах, которые предусмотрены федеральным бюджетом на развитие АПК страны, мы говорили в прямом эфире с сенатором Александром Двойных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова